Добрый день! У нас тут мятая коробка. Сразу видно, что от OneOne, но есть название. Это GRID с Cube M65 код товара. Другой информации, кроме предупреждения, что детям до 3 лет не давать, здесь нет. Мятая, потому что экономят на коробках и под голову меньшего размера дали коробку стандартную для кубика 57 мм. Здесь также есть такие проставочки пластиковые, которые, ну, голову спасли, а коробку нет. Ничего тут интересного. Инструкции, конечно же, нет. И вот такой вот интересный по виду флопик-куб. Да, вот так вот посмотреть, чистый флопик. Вот, для примера, найдите пару различий. То есть вот так вот очень все похоже. Но флопик это как один слой 3х3 и вращается вот так. А здесь же такого вращения нам не дали. Зато можно вращать вот так. Эту голову я уже как-то упоминал в одном из видео. Но строение ее настолько удачно, что при первой сборке GRID с Cube у меня рассыпался. И собираться обратно не хотел. Очень не хотел. Поэтому я его надолго отложил. Как появилось свободное время, все-таки собрать удалось. Пока Грецкий в таком состоянии, можно посмотреть внимательно настроение. Вот эти вот двухцветные элементы. Это, вероятно, углы. Четыре из них зафиксированы на крестовине. И еще четыре перемещаются самостоятельно. На вид они одинаковые, но физически. О, это есть ножка. Это крепится винтом. Вот это вот крупные центры. Здесь целых четыре цвета. И такой же центр с такой же ножкой. Такой вот маленький. Белый. Получаются крупные. И такие маленькие. Это центрики. Четыре крупных. И два маленьких. Как положено с Cube. Шесть центров, восемь углов. Вот углы, вот центры. Четырнадцать элементов, не считая крестовины. Детальки маленькие. И настолько там все сжато. Что сначала пришлось сделать вот такую вот фигуру. Как на фото. А потом уже вставлять отдельные элементы. Иначе не собиралось. Что же это такое? Как не трудно догадаться, здесь рядом проходил и с Cube. И да, это шейп-мод с Cube. Я пока сделал только одну сборку. Убедился в том, что мои предположения верны. Что все работает, как на любом шейп-моде с Cube. Выглядит, конечно, интересно. Но надеюсь, что он мне больше не рассыпется. Собирать его механически мне не понравилось. Хоть деталек не так много. В любом шейп-моде с Cube нужно понять, кто здесь угол, а кто центр. Напомню. Обычный с Cube содержит восемь углов и шесть центров. Вращается вот так. Здесь же элементы разные. Я сразу предположил, что вот эти квадратики, белый и желтый, это центры. Ну и механическая сборка-разборка мне это подтвердила. Получается два центра вот эти. И еще вот эти четыре крупных элемента тоже центры. А значит все остальное углы. А остальное это что? Это вот эти двухцветные элементы, похожие на ребра. Вот желто-оранжевые. Это углы. И четыре таких белых. Как только все это выясняется, сборка становится понятной. Хотя и форма немножко сбивает с толку. Да, здесь форма меняется. Попробуем аккуратно перемешать. И если он рассыпется, то я не знаю, буду ли я снимать еще раз. И сейчас совмещаем прорези. Прорези совмещаем. И получаем вот такую непонятную фигуру. Вращаясь, кстати, неплохо. Единственное страшно. После того, как я его уже пособирал механически, делать какие-то резкие движения. Ну, допустим, перемешано. Вот он перемешанный грид с кьюб. Чтобы было понятно, что я делаю, я начну сборку на классическом скьюбе. И уже потом буду повторять на шейп-моде. То есть сначала вокруг центра нужно собрать четыре белых угла. Мы также начнем с белого. Да, и нужно, конечно, их собрать по цветам. К примеру, вот белый, красный, зеленый угол. И рядом с ним нужно тоже с красным цветом поставить. Так. И вот так. То есть примерно вот такая картина. Кто не умеет собирать скьюбе, в описании есть подробное обучающее видео. Попробуем здесь делать то же самое. Вот белый центр. Поставим какой-нибудь еще белый элемент. А все оставшиеся белые, это есть углы. Так, чтобы форма совпадала. То есть вот это не совпадает форма. Вот. Белый, зеленый встал. Ну, значит, следующий должен быть бело-оранжевый. Если соблюдать цвета, как на кубике рубика. Бело-оранжевый должен быть здесь. Поищем его. Становится так, что... Некрасиво, да? Значит, как на скьюбе. Как мы на скьюбе на обычном разворачиваем уголок. Вот, к примеру, стоит на своем месте, но некрасиво. Отводим в сторону. Там его разворачиваем. И возвращаем. Он развернулся. Ну, надо будет подчинить другой. Здесь, значит, то же самое. Какую сторону разворачивать, пока непонятно. Отведем. Там развернем. И вернем обратно. Ну, не так развернулся. Значит, еще раз. Отведем. Там развернем. И вернем обратно. Вот, получилось хорошо. Значит, следующий напротив зеленого должен быть синий. Он, кстати, стоит на месте. И можно разворачивать сразу. Опять не так. Ну, теперь хорошо. Сюда. Бело-красный. Да, когда я говорил про белые элементы, я двухцветный имел в виду. То, что вот эти центры тоже с белым цветом есть. Так. Опять некрасиво. Значит, отводим. Разворачиваем. Подводим сюда. Стало некрасиво, но мы задели зеленый, поэтому его надо вернуть. И повторяем. Отводим. Разворачиваем. Ставим сюда. Красный нормально. Это возвращаем. Четыре уголка стоят хорошо. При желании можно перепутать противоположные цвета. К примеру, красный можно поставить сюда. Но тогда, наверное, будет нехорошо и не соберется. Поэтому лучше по цветам. Потому что если собрать не в том порядке, потом вот эти четырехцветные элементы по цветам совпадать не будут. Значит, если четыре угла собраны вокруг своего центра, то сверху четыре угла тоже будут на своих местах. Единственное, их нужно развернуть. То есть переставлять их между собой не нужно. Переставить вот эти углы можно только совместно с нижними. Они уже стоят в нужном порядке. И здесь бывает, помимо собранных, две ситуации. Такой вот вертолет и еще восьмерка бывает. Восьмерка выглядит вот так. У центра неважно. Главное, что два уголка правильно ориентированы. И нам нужно понять, кто у нас. А у нас вот эти вот элементы, это уголки. И все они ориентированы неправильно. А значит, у нас не восьмерка, а вертолет. Смоделируем вертолет. Он делает из восьмерки. Например, вот восьмерка. Слева должен быть собранный уголок. А справа тот, который надо повернуть по часовой стрелке. Мы делаем обычный пих-паф. И получаем вертолет. Перехватываем. Чтобы решить вертолет, у нас здесь должен быть уголок против часовой стрелки, который надо повернуть. И здесь по часовой. Поищем такую ситуацию здесь. Понимаем, что вот этот с желтой наклейкой станет вверх, если повернуть по часовой. А нам нужно справа, чтобы был против. Вот этот повернем против, станет хорошо. Этот тоже надо повернуть против. А надо, чтобы один против, другой по. Значит, еще вот этот против, а вот этот по. Очень похоже на то, что нужно. Давайте попробуем. Из такого положения сделать пих-паф. На всякий случай покажу на обычном. Раз, два, три, четыре. Это пих-паф. Вот четыре уголка правильно ориентированы. Перед нами вот этот центр. И как бы вокруг него делаем эти движения. Раз. Его место заняло желтый. Два. Другой центр. И обратно. Три. Четыре. Что-то я сделал не то. Видимо, да. Иногда путаюсь с формой на шейп-модах. Так бывает. Но, видимо, не из того положения. Или бы я где-то ошибся. Значит, надо делать еще. Вот получается, теперь два элемента правильно ориентированы. И это восьмерка. Ну, кем интереснее. При восьмерке у нас слева должен быть правильный уголок. А справа тот, который нужно повернуть по часовой стрелке. Этот против часовой. Значит, вот этот. Делаем пиф-паф. И у нас должна получиться опять комбинация вертолет. Раз. Два. Три. Четыре. Тут все на месте. Здесь все неправильно ориентированы. Значит, перехватываем. Проверяем. Здесь. Здесь вообще трудно что-то понять. Давайте просто сделаем пиф-паф. Вдруг все и так хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Ну да. Мое предположение было верным. Углы правильно ориентированы. Да еще и центр встал на свое место. Если бы этого не произошло, пришлось бы делать ее первую. Для этого мы располагаем центр нужного цвета сзади. То есть сюда нужно поставить желтый. Делаем один пиф-паф. Перехватываем на 180. Делаем еще один пиф-паф. Показываю, как в методе для начинающих. Значит, здесь этого делать не пришлось. Смотрим на остальные центры. Они все не на своих местах. А значит, и первыми их надо переставлять. То есть тот же самый алгоритм. Ситуация у нас, кстати, похожая. Берем собранные центры по бокам. Все четыре не на своем месте. Делаем, значит, сначала один юперм, чтобы что-то поменялось. Раз пиф-паф. Перехват на 180. Второй пиф-паф. Оранжевый встал на свое место. Опускаем его вниз. И проверяем, чтобы верхний центр, перемещаясь сюда, встал на свою грань. Зеленый, зеленый. Хорошо. Значит, делаем еще один юперм. Правильный центр снизу. Так, и скьюб собран. Здесь также располагаем по бокам. Ну и вот необычно такое видеть. Попробую сейчас не ошибиться. Перед нами вот такой центр. А потом будет вот такой, сине-красный. Значит, делаю один пиф-паф. Раз. Два. Три. Четыре. Перехват на 180. Синий-красный вот. И еще один. Раз. Два. Три. Четыре. Что-то поменялось. Кстати, сразу обращу внимание, что вот так вот задираются наклейки. От чего это происходит? От таких вот движений. Да. И это вот одна сборка прошла. Сейчас делаю вторую. Но уже вот наклеечки задрались некоторые. Это, конечно, минус головоломки. Было бы из цветного пластика. Было бы лучше. Смотрим, что получилось. Мы видим, что вот здесь зелено-красный центр. Между зеленых и красных наклеек. То есть он стоит на своем месте, но развернут неправильно. На обычном скьюбе такого не бывает, но здесь, пожалуйста, располагаем правильный центр снизу. Плоско держим. Проверяем, что верхний центр должен перейти вот сюда. Но здесь синий и красный цвета, а центр зелено-оранжевый. Значит, разворачиваем. Это все равно снизу. Проверяем вот этот. Тут уже все нормально. Зелено-оранжевый, оранжевый, зеленый. Значит, делаем еще раз юперму. Аккуратно, чтобы не рассыпалось. Раз, два, три, четыре. Разворачиваем на 180. Так. Раз, два, три, четыре. Если сделать, конечно, сборок побольше, то станет уже очевиднее, как держать, как крутить, в каком положении останавливаться. Но пока я делаю это неловко. И что осталось? Здесь красиво. Здесь два центра нужно развернуть. Для разворота центров мы используем, опять же, пиф-пафы. В обычном кубике, вернее, скьюбе, можно сделать два пиф-пафа. У нас получится вот такая вот конструкция. Уголки как-то развернутся. Но на деле еще развернутся и центры. Если мы перехватим и сделаем еще два пиф-пафа, то скьюб как бы соберется, но при этом развернется передний и задний центры. Если нужно развернуть четыре центра, эти и эти, то можно просто делать шесть пиф-паф. В случае, если у нас есть центры квадратные, вот такие вот, на шейп-моде, то их разворачивать не нужно, и поэтому либо два, либо четыре, но может только потребоваться развернуться. Но у нас ситуация не такая. У нас два центра рядом, а мы можем развернуть напротив стандартному алгоритму. Поэтому нужно сделать сетап-муф, который, ну, здесь выглядит не очень красиво. А именно нам нужно расположить вот эти центры напротив. То есть повернуть вот так. Получается вот центр, который надо развернуть. И вот. Вот из такого нелогкого положения мы делаем два пиф-пафа, перехват, и еще два пиф-пафа. Ну и главное не ошибиться. Вращается? Вроде да. Начинаем. Раз. Два. Три. Четыре. Это первый пиф-паф. Раз. Два. Три. Четыре. Это второй пиф-паф. И вот центр развернут. Правильно. Перехватываем. Раз. Два. Три. Нет, нет, нет. Живи. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Вот из такого положения мы начинали, поэтому доворачиваем. И получается грид с кьюб. Собран. Я очень доволен, что он сейчас не развалился, и возможно он больше не будет разваливаться. Я был с ним из лишних групп, когда он сделал это первый раз. Но, знаете, что возможность такая есть. И я обычно аккуратен с головоломками. Так что будьте аккуратны и вы, да и в большей степени. Получилось, что это шейп-мод с кьюба с обычными техниками сборки, но в интересной форме. Да, вот такие вот иксы. Был похожий икс-скьюб от того же Лан Лана. Ну и здесь вот в виде такого плоского кубика параллелепипеда. Забавная головоломка. Новинка среди шейп-модов с кьюбов. А на этом всё. Всем спасибо. Всем пока.